Здравствуйте! В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. Сегодня 1 апреля и я хочу вас познакомить с человеком, чья жизнь неразрывно связана с шутками и с юмором. Встречаем участницу премьер-лиги на Первом канале в составе команды КВН, сборная ЧГУ и сборная города Чебоксары. Александру Голубеву. Саша, здравствуй! Привет! Ты первый человек, который правильно назвал название команды. Имеются трудности с этим периодически. То говорят просто сборная ЧГУ, то говорят просто сборная Чебоксары, а мы такая сборная ЧГУ, сборная города Чебоксары. Попробуй выговори. Сколько у вас человек в вашей сборной? Иногда 2, иногда 22. А, вот так, да? Да, там все сложно. У нас был финал столицы в прошлом году, ну, 3 человека дошли. Ага, вот так, да? Вот мы такая команда. А когда какие-то масштабные съемки, что касается Первого канала, там или города Сочи, естественно, там массовка, там танцоры, там все наши талантливые ребята, которые учатся в ЧГУ. Все это и есть команда. Нет такого, что кто-то пришел на один раз и ушел. Если ты пришел, то это часть команды. Часть корабля, часть команды. Ясно. Саша, скажи сама, как вообще так получилось в жизни, что ты свою жизнь связалась с юмором, с шутками, с КВН? Так получилось. В 10-м, по-моему, классе, я училась в 18-м лицее здесь у нас, к нам пришла Вика, тогда она была еще в Волково, и рассказывала нам, ребята, вот, пожалуйста, вот КВН, сейчас я вам расскажу, как пишутся шутки. И мы как-то сели и начали штурмоваться тогда еще, вот. И все, и затянуло. Здравствуйте, мне 32, я КВН-чится. До сих пор занимаешься и бросать это дело не собираешься? Ну, пока нет. Ну, я, наверное, брошу на год, на полтора, где-то в сентябре, потому что... Есть особые обстоятельства, в общем-то. Я выпала из вообще какой-то общественной деятельности и вообще из жизни выпала на полтора года, когда я родила Сонечку, своего первого ребенка. Пожалуйста, скоро будет то же самое. Пополнение в семье КВН-чиков. Да. Мы, наверное, когда-нибудь выйдем на сцену с семьей, ну, вчетвером. Да, даже так. А супруг тоже занимается КВН-чик? А он тоже КВН-чик. Более того, мы познакомились в Сочи на фестивале КВН. А он тогда был, кстати, кстати, он тогда был в сборной ЧГУ, а я была в сборной ЧГПУ. Вот. Теперь я в сборной ЧГУ, а он дома. Ясно. В общем, он пригрел для тебя местечко там, да, и тебя туда. Все понятно. Саша, скажи, вот ты сказала о том, что пишете шутки, штурмуетесь, написать шутку, это легко, это вообще... Как это происходит? Вот расскажи нам, просто сидеть и ниоткуда не возьмись, она же не берется? Берется. Берется. Да. Я тебе больше скажу, мы можем сидеть в одной комнате, вот мы сейчас сидим четвером в одной комнате, и нам может одновременно прийти какая-то шутка, потому что мысль, она правда вот витает. Мы иногда, ну, расходимся, пишемся где-то час-полтора, потом собираемся, и раз у двух людей одинаковые абсолютно шутки, которые, ну, ничего не предвещало. Как могли перекреститься? Да, то, что я напишу шутку, допустим, про кальмар. Вот у меня раз, и какая-то шутка про кальмар, и человек приходит точно с такой же шуткой. Как это происходит? Непонятно. На одной волне называется это, да? Люди живут, значит. Но мысль, она правда витает, и она раз, и посещает. Вот. Бывает, что одновременно многих. Поделись впечатлениями о фестивале в Сочи. В этом году лично для меня это было очень спокойно, это очень весело, и вообще как-то две недели пролетели, как, ну, три дня, может быть. Как в Пейс. Да. Я не хотела уезжать вообще абсолютно. Наверное, впервые такое, потому что было очень много поездок, связанных с КВН. Когда ты приезжаешь, проходит 2-3 дня, и ты уже, пожалуйста, я хочу домой. Я хочу на свою кровать и кушать свою еду. А здесь, в этот раз, я не знаю, что произошло, может, какое-то мое состояние, что это было, ну, это было весело, это был настоящий фестиваль, в общем, понравилось. И, возможно, понимая, что я на следующий год не приеду, я как-то впитала всю энергию. Авансом, в общем-то. Да, 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 все было. Но хотя, если вспоминать все фестивали, на которых я была, естественно, самое эмоциональное, это Первый. Да, ну вот давай про Первый поговорим. Как это? Это же, наверное, дрожь в коленях, нет? Или это что? Это блеск в глазах? Что это было? Ну, во-первых, меня взяли в сборную ЧГПУ, потому что на своем факультете я соорудила команду и впервые в жизни музыкально-педагогический факультет участвовала в КВН. Причем хорошо мы выступили тогда, очень хорошо. И Валера Суранов, которого знают и любят многие, сказал, Саша, давай, ты достойна в этом году, поедешь. Вот. И поехала. И, конечно, это просто было, я не знаю. Я не знаю, как это было описать. Я не представляю, что сейчас у ребят, которые впервые едут на фестиваль, что у них вот это все. А, естественно, я тогда приехала, и тоже глаза, конечно, горели, но я не волновалась, потому что у меня не было слов вообще. Я вышла в первой линейке, вышла в последней линейке, постояла, поулыбалась. Но эмоции, конечно, были в любом случае. Но волнения никакого, потому что на меня, на мне не было никакой ответственности. Не то, что сейчас. Как бы слова есть, и все на свете. Про Премьер-лигу на Первом канале. Расскажи, как это было, опыт, с кем познакомилась, с чем вы там выступили, каких результатов добились? Вообще, так уж получается, что сборная ЧГУ, такая, какая она есть сейчас, какая она дошла до Премьер-лиги, она недолго существует. В принципе, пошел третий год. Вот, чтобы команда за такой короткий срок дошла до Премьерки. Сейчас мы будем второй сезон играть в этой лиге. Ну, это очень круто, на самом деле. Потому что мы поехали впервые на фестиваль, взяли повышенный рейтинг, и с этим рейтингом думали, куда пойти. Вот, и я говорю, а что думать? Есть же Центральная лига Москвы и Подмосковья, Лампа она называется. А там суть в том, что режиссер Миша Ярченко тот, который режиссирует и вышку, и Премьерку. А там редакторы, те, которые работают в Премьерке. Там команды, которые играют уже не первый год. В общем, это было сложно пойти, команде, которая впервые вообще приехала, пойти в такую серьезную лигу. Но мы решились, мы пошли, и мы дошли до финала. Мы финалисты. И с этим результатом, с этим багажом. И потом еще поехали на Тавриду. И это было правильное решение. Поехали на Тавриду, и вот с этим со всем мы приехали второй год, и все. Вот, и здравствуйте, Премьерка. Вот так. Это очень круто, да. Учитывая, что, ну, если бы я на второй год игры в клубе «Выселых и находчивых» попала в Премьерку, я бы подумала, что это, как это так вообще возможно? Так бывает, если так можно было, да? Да, да, а оказываться можно, оказываться можно. Нужно работать с правильными людьми, заводить, естественно, как и везде, правильные знакомства. Нужно хорошо относиться к этому делу, любить его, вкладываться, ну, и хорошо шутить, получается так. Ну, вот я возвращаюсь, да, опять к тому, что хорошо шутить могут не все. Ведь есть комики, да, есть артисты, которые шутят, и ты переключаешь телевизор, потому что, ну, тебе неинтересно. Вот как ты думаешь, в чем залог интересного выступления? Слушай, ну, это тебе, может быть, неинтересно, ты переключишь. А я посмотрю, и мне прямо очень сильно даже зайдет. То есть у каждого комика, как у любого артиста, есть свой зритель. Есть свой зритель. Да, естественно. Кому-то Нурлан, например, Сабуров вообще не нравится. Кто-то от него прямо без ума. Балдит и пересматривает еще, да? Да, конечно, конечно. Так что здесь просто стиль юмора у всех, у каждого разный. Абсолютно. Ну, вот раз уж мы начали говорить о звездах с именами, да, тебе лично кто нравится? Ой, боже мой. Мне нравится, мне нравится, как у меня муж шутит. Вот так. Как он, у меня сложный характер. Это предвзятая, я считаю. У меня сложный характер, на самом деле. Я вспыльчивая, вот моментально, простите меня, пожалуйста. И как он с этим филигранно справляется, он умеет найти такую шутку, чтобы я быстро разрядилась, посмеялась и сказала, господи, какой ты прекрасный все-таки человек. Вот. Ну, много-много юмористов есть хороших. Даже у тех юмористов, которые, допустим, мне не очень нравятся, бывают прям такие бомбические выступления. Но сейчас мне очень заходит женский стендап на ТНТ, который. Там кого-то выделить сможешь? Там очень хороший состав, в принципе. Вот. И недавно, вот в Сочи мы когда были, я видела Варвару Щербакова. И я такая, ааа, это же Варвара Щербакова. А у меня девочки такие, кто, что, кто? А я такая, аааа. Ладно. Ну, она тоже КВН-щица. Вообще, честно говоря, практически все юмористы на телевидении, они все из клуба веселых и находчивых. Поэтому, когда меня спрашивают, зачем тебе это? Я говорю, ну, потому что, потому что, возможно, когда-нибудь я буду либо шутить где-то выше, либо я буду, ну, петь где-то выше. То есть у меня, знаешь, у меня два таких, как я считаю, таланта, это петь и шутить. Хотя петь я люблю намного больше, но шутить мне нравится в жизни больше. В жизни ты не попоешь. Я вот сижу с тобой, я разве хоть один раз спела? Подожди, мы сейчас дойдем до этого, подожди. Саша, ну, я так понимаю, через несколько лет мы тебя увидим в женском стендапе. Мечта? Может быть. Конечно, нужно ставить себе такие цели, конечно. Но я не скажу, что я очень сильно амбициозна, я больше ленива. Так. Но, конечно, очень хочется чего-то достигнуть, чтобы понимать, что это, опять же, реально. Потому что иногда кажется, мы же смотрим на людей в телевизоре и думаем, что это как-то все, как-то там так получилось, у них, наверное, очень много денег. Или связей. Или связей. Потому что, что они туда попали. А ведь бывает и по-другому. Бывает, что действительно человек добивается исключительно своим талантом. Хочется спросить про тех, кто наступает на пятки, будем так говорить, про молодых людей, которые вот только-только начинают первые шаги в КВН делать, в юморе, да. Вот какой-то, я не знаю, лайфхак от бывалого КВНщика. Что ты можешь им сказать, не знаю, посоветовать, как-то привнести, чтобы они вот знали, что вот так можно, так нельзя. Ребят, самое главное, учитесь писать сами. Потому что сейчас очень много есть команд, которые работают с авторами. Но, поверьте, самый большой кайф вы испытаете тогда, когда шутка, которую вы написали, в зале зайдет и разнесутся аплодисменты. Вот это непередаваемо. Я помню наш первый паровоз. Что такое паровоз? Паровоз, это когда зал сидит и аплодирует просто и не может остановиться. Вроде уже все, а нет. Вот это называется паровоз. И когда говорят, что команда словила там несколько паровозов, это значит, что просто вау. И я помню свой первый паровоз. Это была наша лига в Чебоксарах. Так, это была, по-моему, это была не высшая лига, это была первая, по-моему, лига. Мы играли тогда. И вот мы с подругой вдвоем ночь писали. Писали, писали, вышли на визитку. И в конце, когда мы сказали, еще коду такую придумали, прям на слезу пробивающую. И тогда мы встали, выходим на авансцену и ловим паровоз. И я просто это, как будто тебя волна кайфа и эйфории накрывает. Просто это супер. И тогда я поняла, ради чего все это нужно. Сашуня, я благодарю тебя за прекрасную беседу. Приходи к нам еще, была рада с тобой познакомиться. С тобой безумно интересно. Блеска в глазах, исполнение желаний. Всего самого тебе наилучшего. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Мне тоже очень приятно. Я 20 лет жила в Новочебоксарске и впервые на НКТВ. Ну, надеюсь, не последний. Будем тебя ждать. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. В студии была Александра Платонова. Мы увидимся в следующий четверг. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»